Создание ролика. Также во всем остальном. Помните, как в нашей стране всегда говорили, чем была хороша военная промышленность? А тем, что на самом деле, чтобы создать ракету, нужно было создать кучу маленьких отраслей промышленности, каких-то там институтов и так далее, дать кучу контрактов, которые бы занимались какими-то частными проблемами того, что называется ракета. То есть военная промышленность задавала возможность создать всей другой промышленности так же. Здесь, в нашем сознании, происходит то же самое. Если у меня есть страсть, а именно числами, я, значит, должен использовать эту страсть, потому что это некий импульс, который есть. У меня в жизни есть ровно столько, сколько я порождаю импульсов. У меня есть импульс, допустим, числами. Это на самом деле энергия, которая генерируется моим организмом. Я должен на него сесть, и благодаря ему на самом деле я смогу также сделать много других каких-то промежуточных действий. Вот, допустим, у кого-то есть другая страсть, допустим, там, женщина. Можно ее оседлать. Сколько мы знаем замечательных писателей, которые благодаря тому, что они были любвеобильны, написали интересных романов, всякого рода вещей. То есть, странно устроено, получается, наше сознание. Наше сознание устроено тем способом, что мы вынуждены, во-первых, мы в этом организме являемся только пассажирами. Есть некий организм, который генерирует эти арты. Он главный. А вот мы, новообразование такое в виде сознания, в виде субъекта, это некий пассажир. И вот этот пассажир, единственное, что у него, это есть возможность, как бы, у него есть возможность педалировать. Потому что вот этот организм, он, когда ты хорошо говорил, как ребенок себя ведет, возможно, даже у него какое-то сознание есть такое первичное, простое, как есть принцип. Не сознание, а мышление. Мышление свое есть. Потому что, на самом деле, у кота тоже есть мышление. Мышления и сознания у него, конечно, нет. Потому что сознание это совсем другое. Сознание это именно вот эта разорвенность. Но мы, как пассажиры, можем хитростью направить этот организм в нужное нам направление. Вот в чем состоит управление человеком самим собой. Мы устроены, в общем, криво, конечно. Можем было бы устроить как бы получше. Но уж как устроено, так устроено. Поэтому мы должны считаться с реальностью. Вот такой доклад. Так а почему мы плохо устроены? В чем смысл плохого? Ну, потому что с точки зрения классической философии, человек является свободным и свободно порождает причины. Вот мир представляет собой цепочку причин, и мы, люди, как свободные существа, в этой цепочке причин рождаем еще одну причину. На самом деле дело происходит не так. Никакую новую причину мы не рождаем. Есть целокопность мира причин. И мы ничего туда добавить не можем. Но мы можем, условно говоря, одну причину усилить за счет других. То есть, вот возникает акт некий. Мы можем просто его усилить своей эмоцией полностью, а все остальные подавить. Только таким способом. Это не значит, на самом деле, что эти акты куда-то исчезнут. Они также будут, но они будут в подавленном состоянии. Нас будут как бы изнутри разрывать. Например, может такая ситуация создать, что создаются, например, два сильных акта. Вожделение к женщине, допустим, и этическое какое-то внутреннее неприятие, допустим, адельтера. Может возникнуть такое раздвоение. Одновременно может возникнуть, и, в принципе, личность может разорвать. Потому что неизвестно, непонятно, что он должен будет делать. То есть, в принципе, многие проблемы, я думаю, в психике состоят в том, что два энергетически очень сильных потока возникают, и человек ничего не может сделать. Они его просто разорвают. Когда противоречие возникает внутри, два акта возникают, и человек не может между ними выбраться. Не может взять один, подавить, а другой усилить. Вот это называется внутреннее противоречие, внутренняя проблема. И она, мне кажется, как раз и разрушает личность. Вот тут, понимаете, как бы, я сейчас просто задаю некую, пытаясь задать некую сетку того, как на самом деле устроено сознание. На самом деле, надо по каждому конкретному переживанию смотреть и рассматривать, как они работают. Я пока вот примерно, как мне кажется, понимаю, что такое воля. Примерно, как мне кажется, понимаю, что такое теперь свобода. Вот она не так странно устроена. Зачем мне это нужно? Для того, чтобы формальную этику, которую я тоже двигаю, сделать не как, как она у Канта высказана, в виде формального тезиса. А я хочу ее приблизить к тому, как она на самом деле работает. Прямо на уровне нашего сознания. Как все это на самом деле сделано. Как то, что называется, как этого требует наука. Что интересно, опять же, да? Интересно то, что это пересекается с мыслями, которые высказывает Игорь. Опять же, еще раз, мы всегда говорим о том, что семинарами для того и делаем, чтобы обмениваться мыслями и взаимодруг друга обогащать. Это пересекается с исследованием тем, который, в принципе, сейчас является острием науки, а именно практическое сознание. А именно практическое сознание. То есть, сознание, практическое, реальное, можно сказать, сознание. Как реальный человек устроен. Она также пересекается с тем, что, как любит говорить Игорь, что наше отношение ко всем этим вещам должно быть технологично. То есть, на самом деле, как можно управлять человеком. Потому что, если мы собой управляем извне, это означает, что внешний человек может также другим управлять. На самом деле, мы можем, мы так ведь и поступаем, например, в любви, да? Это сильное переживание. А кто управляет в любви? В любви нами управляет некой внешней стихией, да? Или другой человек, который, допустим, если он нас не любит, тогда он может использовать это в своих целях. Либо, если он тоже любит, тогда некая внешняя стихия, да? Вот некое внутреннее переживание, такое сильное, такое радостное. Это приводящее нас в некие состояния даже сумасшествия. Ну, в том смысле, что готов спрыгнуть там с десятого этажа, все ради любимого сделаем. То есть, нами управляет вот эта эмоция. Или переживание, можно сказать. Это, мне кажется, важно также для терапевтических целей. Это понятие того, что такое болезнь. Потому что, если болезнь, это не внутренние импульсы, а именно невозможность их подавить, хоть что-то с ними справиться, некие внутренние противоречия импульсов, то на самом деле, что такое тогда болезнь? Болезнь тогда, если вот именно болезнь переживания, а не болезнь организма. Болезнь есть болезнь переживания. То есть, как-то неправильно устроена система переживаний. Это психический болезнь. Психический болезнь. Неправильно устроено переживание. Почему? Потому что нормального человека, вот, допустим, 10 актов сгенерировано, он 9 актов подавил, а один акт остался. И он этот, ну, понятно, что эти подавленные акты где-то, они есть, они присутствуют, никуда не бьются. Допустим, я хочу кушать, хочу пить, хочу сходить в туалет. Но мне очень важно сейчас прочитать доклад. И я как бы подавляю все эти акты, они находятся в подавленном состоянии, они никуда не деваются, эти все импульсы живут. Ну, они как-то там, это, в подземном состоянии находятся. А вот некий главный импульс, вот, я на нем, это, это, это главный импульс, я на нем выезжаю, да, как бы, я эту всю эмоцию вкладываю сюда, я как бы его держу, удерживаю. Просто слово эмоция здесь, может быть, не очень удачно, потому что иногда мы можем... Это же психические болезни, в общем-то, доказано, что они имеют и материальный субстрат, что, как бы, есть материальный субстрат, помимо того, что там, как ты говоришь, на уровне какого-то там управления, что-то не так устроено, есть объективный... Ну, значит, на самом деле, ты прав. Молекулярный субстрат, скажи. Хорошо, значит, нам дадить... Нет, я согласен с этим. Просто, может быть, про болезни, я, кстати, и не думал, я немного, может, поторопился, действительно. Если так вдуматься, почему субъект артов тоже, может быть, криво работает, может, по своей стороне тоже. Порождает такой противоречивый акт. Хотя, что касается неврозов, наверное, в этом смысле, да, скорее тут... Хотя там, может быть, тоже какой-то, конечно, тоже какой-то материальный субстрат есть, но там, в основном, преобладает именно вот это вот... То, о чем ты говорил. Еще это важно для философии. Дело в том, что это полностью подрывает классическое представление о том, что такое, как устроен человек, совершенно подрывает, и полностью разрушает классическую парадигму. Ну, я уже об этом говорил. Дело в том, что человек не представляет собой некой цельности, он, по крайней мере, разбит как бы на две части, да, часть как бы генерирующую акты и часть контролирующую эти акты, ну, или переживающую часть. А если, как бы, говорить об общенном, то, на самом деле, человек разбит на много очень всякого разных субъектов, с каждым отдельным актом, который он порождает, связан на свой субъект. Это можно, знаете, на примере интересным пронаблюдать. Вот, например, речь, да, лексический состав речи отличается от лексического состава чтения. Вот, казалось бы, мы все читаем очень много книг, но наша речь может быть очень бедна. Это ведь странно, потому что, казалось бы, если бы у нас было бы единое сознание, да, вот, единый субъект, да, казалось бы, должно быть взаимопересечение между тем, что мы читаем, и между тем, как мы говорим. На самом деле, на самом деле, такого пересечения нет. Лексический состав речи рождается только в речи, и только в речи он осваивается, а лексический состав чтения, он так и остается лексическим составом чтения. Ну, наверное, я не буду делать категорическое утверждение, это было бы глупо, Наверное, может быть, какие-то взаимоприятия не существуют. Но в России очень существует. Но еще есть тут еще более странная вещь. Есть люди, которые легко воспринимают серьезные трактаты, допустим, зрительно, то есть читают, и очень сложно им воспринять что-то на слух. То есть как бы субъект слышания и субъект чтения разный субъект. И очень много таких странных вещей на самом деле. Если субъект был бы один, то ничего бы такого не было. Если бы у нас была бы, условно говоря, одна копилка, как говорят, табула разы. Я не даром вам об этом сказал. Если бы все записывалось на одной защищке, и все... Есть еще вообще удивительные вещи. Есть люди, которые могут хорошо произносить речи, но даже не понимают, что говорят. Что тоже. Тоже понятно. Разные субъекты и производство речи, разные центры. Про себя могу сказать. Я задумываю сказать одно, и сейчас ты говоришь совсем другое. Причем, как бы, я, конечно же, в процессе речи пытаюсь себя контролировать. Пытаюсь направить речи в нужное русло, но не всегда это удается. А поскольку я нахожусь в некой стихии речи, речь сама генерирует, и у нее есть свои законы, по которым она движется. Я не могу остановиться, меня заводят в какой-то, по определенной последствии, в какой-то, в тупик, допустим. Я достигаю этого тупика и понимаю, что зачем он зашел, когда мне надо было двигаться друг к другу. Теперь что? А еще бывают билингвы, знаете, да? Есть люди, которые говорят на разных языках. Кто бывает? Билингвы. Ну, с детства говорят на двух языках. А они могут перевести? Моя мать, совершенно не может перевести. Никак не связаны они вообще. Томограммы показывают, что у них сформированы два центра мозговой активности. То есть, в одном один язык хранится, в другом другой язык хранится. А люди, которые учат языки обычные, у них они эти штуки совмещены. То есть, мы учим один язык, например, английский, через русский. Они вместе. Любопытно что? То есть, мы последуем свое знание английского языка своим в одном языке. Что любопытно? Вот моя мать. Я всегда ее прошел что-то перевести с татарского. Иногда. Она не может это сделать. В принципе. Она говорит, ну я могу тебе как-то вот так вот. Она на пальцах что-то пытается, но не может. Ну конечно, может ей не хватает образования. Но сам факт состоит, что вообще, поскольку затруднение такое возникает, она, конечно, потом как-то переводит. Но затруднение возникает. Поскольку она говорит, что у нее два языка совершенно не связаны. Да. Поэтому я на таких штуках тоже основываю свою гипотезу о множественной личности у человека. Ну только вот я бы не говорил о личности. Множественных субъектов. Давай говорить множественных субъектов. Потому что за термин более удобный. Потому что по личностью понимается нечто специфическое. Субъектов или подобъектов? Субъектов. Субъектов. субъект. Я долго ждал, когда же наконец в Докторе Хаус, в известном сериале появится диссоциативное расстройство личности. Прошло тут восьмой сезон, начался, и вот он, наконец-то, пациент появился с диссоциативным расстройством личности. Там маленькая девочка, которая в кучу народу живет, как всегда, и в каждой своей болезни. Продолжение следует...